В Ульяновской области наводят порядок в здравоохранении. Делается это в рамках нового социального курса. Его под слоганом «Достаток, забота, порядок» объявил губернатор Сергей Морозов. Одно из направлений – подготовка молодых врачей. Так планируют ликвидировать кадровый голод. Об этом следующий материал. В Центре женского здоровья ведут прием будущих мам. Анна Петрова готовится к третьим родам. Сегодня она на очередном осмотре. Молодой акушер-гинеколог Альфия Ракипова интересуется самочувствием беременной, а затем дает нужные рекомендации. Мой врач был в отпуске, и меня записали к молодому специалисту. В очереди сидела недолго, зашла, меня посмотрели, все анализы проверили. Я осталась довольна этим специалистом. Акушера-отпускника заменила Альфия Ракипова. Молодой врач недавно закончила ординатуру. У нее была альтернатива устроиться в другие места. Но перспективный доктор выбрал центр Нарябиково-96. Здесь есть наставничество. Работать здесь одно удовольствие, я вам честно говорю. Также в нашем центре работает замечательный коллектив, который встретил меня очень дружелюбно. По любому вопросу они до сих пор подсказывают, помогают. Альфия помогла частично закрыть проблему кадрового голода. Благодаря ей будущие мамы не останутся без внимания. На данный момент четвертой поликлиники устраняют дефицит других врачей. Ставку делают на тех, кто учится в ординатуре. За эти два года, пока они учатся, сделать так, создать им такие условия, чтобы они после окончания ординатуры остались у нас работать. Потому что у нас не хватает в основном, конечно, врачей узких специальностей. Причины нехватки разные. Но иногда штаты недокомплект случаются по уважительной причине. Хотя медицинское начальство это только приветствует. Ну, конечно, очень хорошо. У нас они уходят в декретный отпуск. Мы тоже очень рады. Потому что одна из проблем – это повышение демографической ситуации. Несмотря на это, в этом году поликлиника пополнилась девятью новыми специалистами. Это семь врачей, два медика. А это значит, мы уже в плюсе. Оптимистично шутят в учреждении. Эдуард Истовин, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск.